Долгих 10 лет эта книга ждала своего выхода, и вот этот день настал. Эмма Лапугова не только возглавляет отделение декоративно-прикладного искусства в колледже имени Даурова, но и пишет книги о своей работе. Декоративно-прикладное искусство Карачао-Черкесской республики не только настоящее руководство по исчезнувшим ремеслам Карачао-Черкесии, но и история их появления. Вы знаете, это была острая необходимость. Когда я открыла отделение, я столкнулась с такой большой проблемой, что нет практических учебников по нашим дисциплинам, нет даже научной литературы как таковой, и мастеров уже нет. И я начала потихонечку собирать собственный материал. Сначала рефератами детей обучали, а потом пришла идея, причем подал эту идею мой преподаватель. Все иллюстрации и оформление обложки легли на плечи самого верного помощника Эммы Владимировны, ее дочери, дизайнера по образованию. Последний год работы выдался особенно напряженным, практически круглосуточным. Но видя горящие глаза мамы, другого варианта у Дины, кроме как работать, несмотря на усталость, не оставалось. После нас с сестрой, у нее следующий ребенок – это ее отделение, а уже потом – это ее книга. Это очень важная часть в ее жизни. Наверное, не менее важная, чем семья. Она такая же, наверное, на таком же уровне. Она тоже круглосуточно подбирает материал, куда едем. Она везде что-то увидит, то, что мы не видим, она видит. А редактором текста выступила коллега Эммы Владимировны Елена Серопян. Их тоже связывает долгие годы работы над книгой. Самым сложным было подать информацию простым и максимально доступным языком, который поймет даже тот, кто не разбирается в искусстве. Года два-три, это точно, мы трудились, собирали по крупинкам, редактировали, чтобы что-то набирали, меняли, чтобы было более доступно. Сначала мы собирали просто по нашему отделению, потом решили, чтобы методическое было пособие, интересное не только нашим студентам, но и другим художественным отделениям, и обычному человеку даже, который не подготовлен в этой сфере. Эмма Владимировна не планирует останавливаться на достигнутом. В ее планах изучать и писать о культуре родной республики и дальше. В уже изданной книге описаны и возрождены лишь 12 национальных ремесел. А это значит, что впереди еще много работы. Анна Гончаренко, Айвар Барануков, Архиз-24.